Если задуматься, такие темы, как философский камень, фонтан молодости и, конечно, вампиры, объединяет кое-что одно. Они интересны нам, потому что мы все хотим знать, как это — жить вечно. Некоторые исследователи утверждают, что продолжительность нашей жизни безгранична. Они считают, что пока мы развиваем науку и заботимся о себе, мы можем жить вечно. Между тем, сторонники ограниченной продолжительности жизни утверждают, что у нашего тела есть встроенный срок годности. Но мы можем сделать достаточно, чтобы отодвинуть его. Исследование предполагает, что максимальная продолжительность жизни человека может составлять около 150 лет. Ученые проанализировали данные о долгожителях за последние несколько десятилетий и пришли к выводу, что у нашей жизни есть срок годности. В целом, исследование дает новое представление о пределах продолжительности жизни человека и может дать толчок будущим исследованиям в области биологии старения и разработки новых методов лечения возрастных заболеваний. Давайте предположим, что мы действительно можем отодвинуть неизбежный конец. Что если мы проживем 300 лет? Да, наша жизнь будет конечна, но она не будет слишком короткой и слишком длинной тоже. Иначе однажды нам станет скучно и мы захотим, чтобы она все-таки закончилась. Существование длиной в 300 лет определенно повлияет на все аспекты жизни. Начнем с такого термина, как старение и того, как мы его воспринимаем. Понятия молодой и старой субъективны, и при нынешней продолжительности жизни средний возраст наступает примерно в 50 лет. Если она увеличится в 3 раза, то в 50 лет нас можно будет считать подростками, поскольку нам осталось жить более 200 столетий. Это как если бы каждая минута, которая у нас есть сейчас, вдруг стала длиной в 3 минуты. Когда нам исполняется 30 лет, мы понимаем, что треть нашей жизни уже позади. Но если бы продолжительность жизни была больше, мы бы не испытывали похожих чувств до 100 лет. Решающим аспектом в этой истории является то, сохраним ли мы прежний биологический и эмоциональный потенциал или нет. Сейчас мозг человека достигает полной зрелости только к 25-30 годам. В моем сценарии этот факт останется неизменным. Однако, вероятно, мы будем ходить в школу в течение более длительного периода времени и узнаем кучу новых вещей. Будем говорить на новых языках и слушать лекции о замене органов и искусственном интеллекте. Система образования и учебная программа действительно будут изменены. У нас будет больше времени на чтение и обучение. Вы получаете диплом или вместо высшего образования решаете овладеть каким-либо навыком. Например, учитесь на плотника. Теперь вам нужно зарабатывать деньги. Да, уверен, эта концепция не изменится. Давайте найдем вам работу. Вероятно, вы сможете попробовать разные варианты. А выход на пенсию случится не раньше, чем через много лет жизни. Так что у вас может появиться дополнительное время, чтобы построить несколько разных карьер. Стремитесь к своим целям. Рискуйте и развивайтесь профессионально. Теперь давайте поговорим об отношениях. О, сейчас у нас есть ни к чему не обязывающие отношения, открытые отношения и так далее. Не могу представить, как эта часть жизни будет развиваться, если мы будем жить дольше. Возраст, вступление в брак и решение о создании семьи – все это изменится. Семейные отношения и роли изменятся и приспособятся к новым условиям жизни. Вы станете бабушками и дедушками, возможно, в 230 лет. И все же это может стать волшебным опытом. Мы могли бы устанавливать еще более глубокие связи. Представьте, что у вас есть столетия, чтобы пообщаться со своим лучшим другом. У нас было бы больше времени, чтобы узнать друг друга и изучить наши общие интересы. Возможность человечества испытать пробную версию вечности затронуло бы мировые ресурсы. Ведь у нас было бы гораздо больше времени для размножения. Мы либо переносили бы земной шар, либо сохранили существующую численность, и тогда население Земли сократилось бы. В первом случае нам пришлось бы бороться за ресурсы. И тогда это превратилось бы в роман-антиутопию. Знаете что? Мне очень нравится эта идея. Можно было бы попробовать написать книгу в этой альтернативной жизни длиной в три столетия. В любом случае, дело не только в ресурсах. Экосистемы, животные и растения пострадали бы. Надеюсь, мы нашли бы новые способы предотвращения этих проблем. Как эти проблемы можно решить, спросите вы? С помощью достижений науки и техники. У нас будет больше времени, которое мы сможем посвятить новым разработкам. Мы будем исследовать неизвестные территории нашей планеты и Вселенной. Это может привести к прорыву в медицине, энергетике, транспорте и других областях. Только подумайте об астрофизике. Мы даже сможем найти способы путешествовать на другие планеты, поскольку продолжительность нашей жизни увеличилась. Астронавты смогут совершать, казалось бы, невозможные экспедиции. В нашей гипотетической ситуации мы старели бы медленнее, поскольку мы не проснемся в один прекрасный день и не начнем жить до 300 лет. За продление нашей жизни должна отвечать медицина. Новые методы лечения будут помогать людям жить здоровее. Политика и практика здравоохранения также изменятся, как и бизнес компании медицинского страхования и страхования жизни. Теперь давайте поговорим о здоровье. Люди, скорее всего, будут уделять больше внимания поддержанию своего психического благополучия. Конечно, нас ждут прекрасные воспоминания и наслаждения жизнью. Но будут и трудные времена. Возможно, появятся новые методы терапии. Как область социальных наук, психология также может найти новые способы пролить свет на человеческую психику. Кроме того, у нас будет больше времени, чтобы увидеть мир и исследовать новые горизонты. Это поможет нам получать больше удовольствия от жизни. Звучит здорово. Теперь поговорим об экономике. Это одна из самых важных областей, на которую повлияет увеличение продолжительности жизни. Потенциально это может привести к увеличению численности рабочей силы и накопленному богатству. Или к увеличению спроса на ресурсы, вроде продуктов питания и жилья. Тогда государством придется поддерживать этот баланс и помогать людям удовлетворять свои потребности. Финансы, экономика и повседневная жизнь должны найти новые способы сосуществования. Если бы у нас был шанс увидеть 2323 год, возможно, мы бы не использовали бумажные деньги, а перешли бы на полностью цифровую систему. Частично это есть и сейчас. Вспомните PayPal, дебетовые карты и тому подобное, но я отвлекся. Искусство и культура. Подумайте о своем любимом писателе или режиссере. Что если бы у него было еще несколько десятилетий, чтобы создать удивительные произведения искусства? А как насчет физиологии и социологии? Попробуйте представить, какие нас ждут новые идеи и теории. Такое радикальное изменение продолжительности жизни приведет к фундаментальным изменениям в интеллектуальном плане. Оно изменит то, как мы думаем и проводим время, наши ресурсы и всю нашу интерпретацию жизни. А это, в свою очередь, может привести к изменению способа потребления различных товаров, например, одежды. Слышали выражение «тихая роскошь»? В одежде оно относится к качественным вещам, которые никогда не выйдут из моды, и ассоциируется с популярным сериалом HBO «Наследники». Бренды этого стиля узнаваемы только теми, кто «в теме» и их ценят за изысканную эстетику, которая выходит за рамки их ценников. Тенденция бросающихся в глаза логотипов стремительно уменьшается. Возможно, однажды наступят времена, когда стиль будет объединять в себе устойчивость, доступность и великолепный внешний вид. Средний американец за свою жизнь встретит 10 тысяч человек. Это очень много людей. Теперь давайте немного посчитаем, на скольких из этих 10 тысяч мы окажем влияние. Если нам повезет, то, может быть, на 25? Звучит не слишком впечатляюще, не так ли? Но даже самый маленький акт доброты может повлиять на ход чьей-то жизни. А если сложить все эти маленькие проявления доброты, то они могут изменить мир к лучшему. Если мы проживем еще 200 лет, то число добрых дел увеличится.